Ядерный стропон 300 рублей. Маргинал, привет! По твоему совету прочитал фрегия о смысле и значении, аэро, язык, истина и логика. Что почитать по аналитической философии дальше? Ну, смотря по какой, понимаешь, аналитическая философия вообще очень разная. В принципе, в 21 веке любая философия, которая написана так, что понятна, она, блядь, аналитическая. То есть, если там есть аргументативная форма, да, то есть, вот, блядь, эти, как премиссы и вывод, то это аналитическая философия, короче. Поэтому почти что угодно. То есть, я, ну, я не знаю. Тебе надо как более конкретную тему обозначить, вот, в своих интересах, иначе присоветовать реально нечего. Там просто слишком много всего. Прочитай, блядь, не знаю, две догмы империзма Квайна. Она цитируемая очень. Просто, блядь, там много, широкое очень поприще. Есть, блядь, аналитический марксизм, нахуй. Есть, блядь, аналитическая эстетика. Есть, там, я не знаю, аналитическая еще какая-нибудь хуйня. То есть, там, типа, что угодно может быть аналитической философии. Гегельянство бывает аналитическое. Католическая теология бывает аналитическое, как бы. Вообще, чего угодно. Наверняка где-нибудь есть аналитический буддизм, блядь, аналитический дистанциализм. Кантианство аналитического вообще до жопы, блядь. Тайлер Бёрдж, например, это вообще. Ну, аналитическое кантианство, это очевидно даже, я бы так сказал, на фоне того, что есть. По аналитической эстетике, этот, как его звать, который про Нитш писал. Данто, фамилия, не помню, как его звали. Артур, по-пам-паму, Артур Данто. Вот, аналитическая эстетика. Вообще, по аналитической эстетике очень много написано тоже. Просто в Википедии, посмотри, серьезно. Много, очень много, блядь. То есть, ну, типа, понимаете, в чем дело? Вы просто, видимо, думаете, что аналитическая философия, это какая-то школа мысли. Это не школа мысли. А аналитическая философия, это, блядь, тупо, вот, академическая философия, на большую часть света так выглядит. Ее вообще, в принципе, принято называть аналитической, только, как бы, с позиции всяких хуесосов, которые анонируют либо на Жака Дериду, блядь, либо там на Ленина, нахуй, и все. То есть, вот есть полтора лагеря, значит, полтора лагеря маргиналов, которые угорают либо там по исламской философии, да, там, по традиционализму Генона, там, я не знаю, либо по какой-то нацистской, фашистской хуйне, либо по, блядь, диалектическому материализму, либо по французскому постструктурализму. И вот эти ребята, они как бы называют мейнстримную философию аналитической. Но на самом деле это примерно как, когда, блядь, сторонники, там, австрийской школы, там, или марксизма, там, или еще что-нибудь в этом роде дискутируют с, блядь, там, мейнстрим, экономическим мейнстримом, или, там, блядь, классической экономикой, да, да. Ну, ёпта. Классическая экономика, она была в классический, нахуй, период. Тогда же, когда классическая музыка, она была примерно. То же самое с аналитической философией. Аналитическая философия, как вот какая-то школа мысли, она была, блядь, ну вот, в начале 20 века. И она была реакцией на британский идеализм, британское гегельянство. Что такое британский идеализм, никто в душе не ебет, потому что эта школа мысли, она, ну, не очень вошла в аналы истории. А аналитическая философия, она вошла и выродилась в итоге. Теперь аналитическая философия, это просто любая хуйня, которая написана в аргументативной форме, а не так, как у, блядь, Бодрияра, нахуй. То есть, если ты пишешь не как, блядь, Жак Дорида, то есть, там, и не как, блядь, Риногенон, да, то есть, если у тебя, вот, твой философский текст, он не состоит из какой-то пафосной дресни, блядь, налепленной просто так. То ты аналитический философ, как бы, все. Даже если ты при этом, блядь, нахуй, марксист. То есть, ну, тут такой момент есть еще. Рудольф Карнап, например, был коммунистом. То есть, часто, часто очень противопоставляют вот такую ригидную позитивистскую философию, и вот, значит, которая, блядь, по всей видимости, правая. И вот этих вот вялых французских коммуняк-постструктуралистов. Но проблема в том, что это не работает, потому что, в общем-то, начало аналитической философии, оно политически было тоже очень левое. То есть, Рассел был социал-демократ, по сути дела. Ну, Витгенштейн был, ну, вот пишут, Витгенштейн был левак, но он не такой левак был. Вот. Карнап был коммунист, но он был коммунистом не марксистского толка. То есть, он был примитивный, короче, коммунист. Вот. Вот. Аналитическая философия, это типа, ну, философия и есть, по сути дела, мейнстримная. То есть, ну, это как... Анал-этическая философия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Продолжение следует...